Всем привет, мои хорошие! Доброе утро у нас, потому что я снимаю прям утром, но несмотря на это мне пришлось включить искусственное освещение. На улице просто льет как из ведра. Давно уже у нас не было настолько сильного дождика и немножко, знаете, даже испортилось настроение. Не люблю, когда дождик. Я помню, на первом нашем свидании мы до этого тоже виделись, но просто как друзья с парнем. Вот тогда был дождик и была такая хмурая осенняя обстановка. Дождик мне как раз таки напоминает его. У нас там Макдональдс. Как вы уже поняли, наггетсы, луковые кольца, деревенская картошка. Причем, ребят, я однажды в Макдональдсе купила среднюю картошку. И большую. Оказалось, что у них внутри почти одинаковая картошка. И тут такой вопрос. Смысл тогда переплачивать и покупать большую? Мы просто купили для подруги большую, а мне среднюю. Вынули все, что есть внутри. Оказалось, что там одинаковое количество. Наггетсы, это просто моя большая любовь. Даже вот гамбургер взяла с большим наггетсом. Все хорошо. Единственный момент, который меня немного напрягает и расстраивает. Это то, что последний день. Брат себя очень плохо чувствует. У него коронавирус. Кто не знает. То есть он вроде бы нормально переносил. Резко как-то ему стало хуже. Я всегда была среди тех людей-паниклеров, которые всегда боятся вируса. Мой брат рассказывает, что, кажется, даже молодые тоже умирают. Не дай бог, конечно. То есть он сейчас находится как раз-таки в палате. Общается с людьми. А потом раз. Этого человека просто нет. У меня брат. С очень крепким здоровьем. Вот многие говорят, типа, сложно болеют те, кто имеет патологии. Пожилые люди и все дела. Но на самом деле тут нет. Тут не угадаешь. Кому как повезет. То есть одно дело вы слышите эту информацию от кого-то через интернет и так далее. Или другое дело, когда твой брат тебе рассказывает, когда он находится непосредственно в этом обществе. Сейчас он уже в больнице. Под вечер становится ему плохо. Он заразился на дне рождения. Оказывается, люди, которые болеют в легкой форме, могут тебе позволить пойти на день рождения. Что да ладно, это грипп. Ребята, когда вы думаете, что это просто грипп, возможно, ваш организм переносит это заболевание. Легко. Но вы, не дай бог, можете заразить человека, который будет переносить это заболевание намного сложнее. То есть, если у вас нет осложнений, я искренне рада за вас. Но не надо прям разгуливать по дням рождения. Я понимаю, что, скорее всего, мы все переболеем. Но все равно, знаете, человека загоняют в угол. У каждого человека есть свои планы, свои дела. В общем, на дне рождения был парень, который как раз-таки болел. А у меня брат не хотел идти на этот день рождения. Потому что он в тот день подвернул ногу. Потом его друзья его уговорили, что нет, давай пойдем. И вот в результате что получилось. Я не пугаю никого, но относиться с пофигизмом, относиться с халатностью к своему здоровью, это ваше личное дело. Но когда речь идет об инфекционном заболевании, когда вы можете заразить не только себя, но и окружающих, тогда уже нужно думать. Луковые кольца бомба, честно говоря. Я стараюсь каждые 15 минут, там, не знаю, звонить, писать, брату, как ты, что. Ну, просто у него есть такой характер, он типа, знаете, мужчина. Даже если он себя плохо чувствует, он всегда будет говорить, да, все отлично, все хорошо. Дабы мы не волновались. Я, честно говоря, летом думала, что все, это забыто, закончено и все. Круг просто сужается. Вот такое ощущение, что круг сужается. Раньше это где-то там в Китае было, нас это не касается и все дела. А сейчас вокруг, везде, все вокруг болеют. И когда твоему родному человеку ставят прям диагноз, что у тебя ковид, это прям ужасно. В общем, я вам желаю переболеть в легкой форме. Потому что, на мой взгляд, это уже неизбежно. Ну, сколько сидеть дома? Три года сидеть дома. Скоро год будет, как мы все это переживаем. Папа один друг, он скачался. Царство ему небесное от коронавируса. У нас, тем более, дома бабушкам пожелаем. 90 лет бабушке. Вот представьте, я, например, в легкой форме перенесу. А я буду контактировать с ней. А что произойдет с ней? Одну, там, не знаю, форточку открой, сейчас сразу болеет. Иммунитет просто ослабленный. Поэтому в таких вещах нельзя быть эгоистами. Бедные 10-11 классы, которые скоро поступают в универы. Последние годы обучения они только по зуму и учатся. Но самое главное верить, молиться, и все будет хорошо. Парень тоже меня очень переживает за моего брата. Я всегда ставлю как бы приоритеты. Для меня, например, мой брат в любом случае выше, чем мои отношения. Но я изначально, возможно, это неправильно делала всегда ограничения и акцент на том, что это мой брат с детства. То есть мы вместе, я его очень сильно люблю, я ему всегда буду помогать. И ты всегда должен уважительно относиться к моему брату. Слава богу, с Эдикой у моего парня прям супер. Кстати, многие спрашивали, ты всегда говоришь, мой парень, мой парень, как его зовут? А его зовут Ровшан. Ровшан на русском. Ровшан и Джамшут. Знаете? Брательник, если ты смотришь это видео, я знаю, что ты смотришь это видео. А я тебя люблю. Ты мой... Скорее выздоравливай. Он не пропускает ни одно мое видео. Настолько любит мукбанки. Он просто обожает. Он смотрел мукбанки, наверное, лет пять назад еще. особая любовь у этого человека к еде. Для него счастье это полный холодильник еды, ноутбук рядом и там какой-то фильм. То есть, он совершенно не бабник, он больше домосед. Ему вкусная еда, теплая квартира и все. Я помню, однажды был такой случай. Я решила над братом прикольнуться. У нас в кастрюле буквально один половник больше осталось. он уже был прокисший. Я решила так по приколу немного этого больше кинуть на него. Налила немножко на него и решила убежать. Убежала, закрыла дверь, такая сижу. Хрен ты меня здесь поймаешь. Как вы думаете, что сделал мой брат? Он сломал дверь. Представляете, сломал дверь. Точнее, в двери было стекло, он взял, сломал это стекло. Потом пришла мама и спрашивает, что здесь происходило. Мы такие, Айка здесь застряла в этой комнате, мне пришлось сломать стекло и вытащить ее отсюда. Она плакала. Мы такие типа на друг друга смотрим, никогда не выдавали. Что в действительности произошло. Что он потом меня там мочил в снегу вот так вот сто раз головой в снег. Об этом история умалчивает. на этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами Блайка Эмили. Пока. блайка. Когда будет с ними. Japan.